Добрый день! С вами я Светлана и мой канал Огранка Души. Это познаватель-развлекательный канал, где я вам даю частичку совета для того, чтобы осознать, принять и что-то изменить. А принимать решение будете вы сами. Подписываемся, ставим лайки, делимся комментариями, жмем на колокольчик, если хотите, чтобы вы не говорили, что с вами не резонируют. Признать им за усы, не важно положительные, не отрицательные, важно, что они резонируют. Вашем сердце. Женщина, как палочка-выручалочка, расклад на одну позицию, с кем сезонируют, буду очень рада. Но для каждого нужен индивидуальный расклад, это общий, но это хотя бы совет для вас. Женщина, как палочка-выручалочка. Давайте посмотрим, кто же к нам выйдет, карту сигнификации возьмет. А что здесь? Женщина у нас здесь, может быть, пригласит кого-то на праздник, скорее всего. Какая-то новость радостная. Да, женщина, как палочка-выручалочка. Рыцарь на коне скажет. Женщина и рыцарь на коне, да, как палочка-выручалочка. Это же действительно, это рыцарь, который решает вопросы. Да, женщина, которая должна решать вопросы за мужчину, для того, чтобы порадовать мужчину. Женщина не должна решать вопросы за мужчину, показано. Женщина должна быть слабой. А здесь показана она стабильно, она ресурсна. Мужчина должен принимать решение, показано, и быстро. Женщина должна быть слабой. Женщина не должна быть палочкой-выручалочкой. Женщина должна радоваться жизни, потому что в жизни всегда есть мужчина, да, который умеет решать вопросы, да. Да, видит мужчина цель перед собой и умеет решать вопросы, потому что он мужик, а мы женщины. Мужчина заработал зарплату, принёс домой, да, дал жене деньги или заработал деньги, пошёл купил продукты, жена приготовила. Мужчина хозяин, мужчина добытчик. Здесь показано, что мужчина всегда должен принимать решения, как бы тяжело не было, что бы там ни было в этой жизни. Скорее всего, здесь было всё наоборот, потому что женщина всегда принимала решения, она устала, она решила, она поставила точку. Говорит, конец, я устала, я не позволю больше решать за мужчину вопросы, достаточно я много влаживалась в свои силы, энергии, даже ради любви. Мужчина, который любит, он должен влаживаться. Даже если он любит, мужчина должен влаживаться в свою женщину, потому что он открывает ей дороги для жизни. Он ведёт семью, он открывает, ищет пути. Какая бы сложная ситуация ни была, даже если земля уходит из-под ног, да, Женщина лишь только может сказать, не переживай, дорогой, судьба нам даст новые возможности, новые шансы. Мы разберёмся, мы решим этот вопрос, да, потому что если одна дверь закрывается, открывается другая дверь, да, Возможности, шансы, есть поддержка рода, да, родных, близких, мы решим этот вопрос. Мы будем решать вопросы по мере их поступления, потому что у нас огромная сила, у нас огромный потенциал, у нас возможности. Мы с тобой друг друга видим, слышим, понимаем. Это когда люди перспективные, когда люди ставят цели, планы, развиваются. Здесь карта огромного успеха, огромного потенциала у тех, у кого правильно. Женщина должна быть слабой лишь только потому, что мужчина – это сила, да. Когда родилась девочка, да, Богу подарил девочку, значит, мужчина уже должен нести ответственность за свою дочку. Здесь мужчина вообще показано очень сильный, очень действенный мужчина, который занимает, скорее всего, очень высокое положение. Он может быть духовным наставником, ведущим человеком, на него обращают внимание. Может работать в структурах, может работать юристом, адвокатом. Человек очень значимый, очень сильный. Ой, как умеет любить. Карта неимоверной силы. Представьте, пять старших арканов, говорящие про любовь, да. Вообще, карта огромной силы. Женщина должна быть слабой и не должна решать мужские вопросы. У нее своих вопросов во, да, дом, семья, дети, работа, хозяйство, а еще и мужские работы решают. Так зачем тогда мужчина? Здесь показано совсем по-другому. Здесь любовь, чувства. Если кто-то запутался, всегда есть выход. Всегда есть выход. И лишь только поддержка родного, близкого человека, да, когда она скажет, дорогой, ничего, мы справимся. И здесь показано, всегда выход есть. Даже если вам кажется, что земля уходит из-под ног, даже если кажется, что просвета нет, даже если это тупик, безысходность, у вас всегда есть время подумать, осознать. Нельзя принимать поспешных решений. Всегда поспешные решения приводят всегда к тупику. Всегда надо сесть, подумать, взвесить. В чем причина, почему это произошло, как бы вернуться в прошлое, да. Очень много показано такое, когда женщины решают мужские вопросы. Это, знаете, когда мужчина абьюзер, когда мужчина альфонс, когда не хочет влаживаться. А женщина так любит, что она готова все дать показано, лишь только для того, чтобы засеять семена, для того, чтобы была семья счастливая. Он может пить, гулять показано, да. Ему все дозволено, а она должна затыкать все дырки с собой. Это неправильное поведение. Женщина не палочка-вручалочка. Она слабая должна быть, нежная. Из-за этого много семей разводится, расходится. И уходят мужчины, потому что женщина берет за них ношу. Мужчины разучились любить женщин, ценить женщин. Женщина, да, может канализацию почистить, взять трос, да. Я даже себя помню. Я это тоже делала. Я не имела права не заболеть, не поспать, не отдохнуть. Я не знала, что такое ночь. Здесь много ситуаций похожих, таких, как у меня было. Женщина должна быть слабой. А мы всегда сильный пол. Потому что всегда есть выбор, да, двойственность есть. Позвольте мужчине бить гвоздя, проложить какое-то усилие, подумать. А некоторые мужчины лоботрясы показано. Провыклись, Юси пускай. Некоторые мужчины даже показано бьют своих женщин, унижают, топчат, бьют. Что только они делают. Истязают. Кошмар просто. И некоторые так живут. Мужчина, унижая свою женщину, за счет нее поднимается. Представляете? Ох, ужас какой. И некоторые показано долго так живут. В своих семьях. Видите? Смотрите. Когда мужчина может занижать, обижать свою женщину. Женщина доходит до психологического состояния. Она терпит. Что надо делать слабым женщинам? Как они говорят, слабая женщина. Она не слабая. Если она терпит унижение мужчины. Это сильная женщина. Палочка-вручалочка. Да? Он напился. И она... Палочка-вручалочка. Она как бивная груша. Он взял ее и побил. Да? Парочка-вручалочка. Он не головой в стенку стукался. Да? А побил свою жену. Или ножом порезал. Да? И жена заставила его напиться. Лупости всякие делать. Да? Воровать. Все валит на женщин. Потому что она ресурсная. Потому что у нее сила. У нее потенциал. Мужчина должен сам решать вопросы. На то он и мужчина. Да? Здесь женщины сильные. Некоторые женщины сказали. Я больше... Вы меня не на помойке нашли. Я не буду вашей палочкой-вручалочкой. Ты мужик. А я... Да, я сильная. Да, я справедливая. Да, я хозяйка. Я могу все. Но ты мужик. Да, я умею любить. Да, я умею радоваться. Я такая, какая есть. Я простая. Я умею работать. Я умею плакать. Я умею смеяться. Я могу радоваться. Я радуюсь всему. Потому что у нее сердце открыто для всех. Я пускаю свою жизнь. Из-за этого много я пострадала. Но теперь этого не будет. Я не буду твоей палочкой-вручалочкой. Теперь я на коне. А все обнулила. Поэтому у меня будет мужчина именно такой. Который сам будет... Смотрите. Женщина снесла башку. Все разрушила. Обнулила. Все разрушила. Видите? Потому что это необходимо. Для того, чтобы осознать. Женщина не может быть палочкой-выручалочкой для мужчины. Мужчина берет все в свои руки борзды. И это по справедливости. И ведет свою женщину к дороге. По дороге жизни. Потому что женщина это самая важная женщина, дающая любовь, дающая энергию, силу двигаться. Планы, проекты, ресурсы. Все дает женщина. Потому что она таким является. И все зависит от нее. И это справедливо. И это справедливо. Потому что на стороне женщины стоят все высшие силы. Она научилась реализовывать свои планы, проекты. Она научилась обходиться без мужчин. Зачем мужчина, который ни хрена не может. Который не заботится о своей семье, о своей любимой женщине. Который не будет говорить, когда собираются друзья, они будут говорить. Ты возьми, чтоб не подумали, что ты на халяву. Допустим, вот собираются на пикник друзья, да? С семьями. Мужчина познакомился с женщиной. А он ей говорит. Ты тоже возьми, чтоб не подумали, что на халяву. Вы представляете, какой ужас. Нормальная женщина этого себе не позволит. Поэтому мужчина, который берет ответственность за свою женщину. Он должен о ней заботиться. Она возьмет, она сделает, она принесет. Она не жадная. Она все отдаст. Но когда мужчина взял под крыло свою женщину, он должен о ней заботиться. У некоторых показана земля ухода из-под ног. Потому что предки так жили. Воспитание такое. Да бьет, ну пусть бьет. Ну и живи дальше. Унижает, пусть унижает. Живи дальше. Нет, время поменялось. Жили, и так жили, и по-другому жили. Откуда у нас миллионеры? Оттуда, что люди влаживались. Они привыкли жить шикарно. У них нету мыслях застоя. У них всегда были действия. Они кайфуют от этого. Они умеют жить, они умеют нарабатывать. Им тоже нелегко давалось в этой жизни. Они начинали с маленького. Но они научились радоваться. Человек заработал деньги, поделил эти деньги на четыре части. Да, постепенно, по-нарастающие. Но если ты затратил энергию, сколько ты их затратил, ты должен столько и получить. Вложить в себя. Показана ваша жизнь в ваших руках. Действуйте, двигайте, меняйтесь. Если менять надо что-то в этой жизни, меняйте. Меняйте работу, меняйте отношения, меняйте друзей. Все меняйте. И тогда в вашей жизни не будет негатива. Потому что вы достойны гораздо большего. Смотрите, как здесь планы, проекты, да? Понарастающие, да? Когда переходят вложения, действия, перемены. Это и есть жизнь. А не сидеть, плакать у разбитого корыта. У меня этого нет, у меня этого нет. Все слова материальные. Как мы себя ведем. Если вы научите себя любить, ценить, у вас не будет вот такого разбитого корыта. На некоторые, конечно, показано еще много негатива. Люди повисли в негативе, да? Который по роду передается. Не убирают. И тем самым сами страдают. И дети страдают, и внуки страдают. Показано. И тоже палочка-выручалочка. Весь род наработал, а вы палочка-выручалочка. Вы, как отбивная груша, получаете по шапке за весь свой род. Они не убрали, вы не убираете. Прекрасно понимаете, что это надо сделать. Вы должны быть любимой, желанной. Замужем показано. Да? Слушайте свое сердце, свою интуицию. Вам же сердце всегда правильно подсказывает. Вот императрица, это женщина, на которую обращают внимание. Любимая, желанная. Которая есть планы, проекты. Которая всегда получает только то, что хочет. Потому что она этого заслужит. И она всегда привлекает в свою жизнь достойных мужчин. Если мужчина дарит подарки своей женщине. Дарит ей деньги. И говорит, на, дорогая. Она говорит, дай мне солнышко, допустим, пять тысяч. Я пойду схожу в магазин. На тебе двадцать тысяч. Потрать, любимая, все на себя. Так мужчина должен. Чтоб все видели, подруги видели. Все видели, что ее муж, это ее муж дал карточку ей, допустим. И двадцать тысяч. Что он для своей любимой. Потому что он хочет, чтобы она была красивая. Самодостаточно уверена, чтобы она могла развиваться. Понимаете? Это жизнь. Это есть переломные моменты в жизни. Так поступают мужчины с любимыми женщинами. Которых ценят и любят. Потому что они весь мир для них. Даже ради того, что она просто есть, существует. Почему? Потому что она ресурсная. Она все то, что создает благо. Дом и полную чашу в доме. А не страдает. Сделайте вывод. Женщина не должна быть палочкой-вручалочкой.